Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо, что заглянули. Сегодня я делала мейк с вот этими вот тенюшками фиолетовыми. И вы знаете, мне абсолютно не нравится. Сняла мукбанг. Сейчас монтирую его и понимаю, что выглядит ужасно такой больной взгляд, так скажем. Поняла, что мне тени нужны только нюд. И куда девать дети, я даже не знаю. Хотя бы можно на нижнее веко. На последнее время на нижнем веке у меня обалденно смотрится один карандаш от Essence. Сейчас вам его покажу. О, пошла. Вот такой вот карандаш от Essence. Он просто обалденный. И прям вот сюда я его... Ему радость на его лицо, посмотрите. Он пока что не знает, что сегодня я собираюсь его искупать. Он ненавидит просто ванные процедуры. Это для него такой стресс. Я прочитала просто в интернете. Там было написано, что один раз в полгода купать домашнее животное достаточно. Они сами себя вылизывают. Это достаточно. Поэтому прошло уже полгода. И я считаю, уже пора его искупать. Как бы ему тяжело и грустно не было. Придется. А еще было бы неплохо самой искупаться и переделать макияж. Потому что сегодня вечером мы видимся с моим парнем. Должна сходить куда-то погулять. Возможно, он меня немножко пофотографирует. Потому что это у него обалденно получается. Он очень классно фоткает. И вы знаете, он такой человек. Ты ему скажешь, тебе не понравилось, например. Сфоткай еще раз, еще раз, еще. И он будет делать тебе, не знаю, тысячу кадров. И при этом не скажет, достала ты меня. Поэтому этим надо пользоваться и сегодня пофоткаться. Я, короче, искупалась. Теперь осталось искупать Твикса. И вы знаете, я лежала в ванной. И в мою голову пришла гениальная просто идея. Я вспомнила, что у меня есть видео, где я с проблемной кожей. Это то видео, которое я вставляла в один из прошлых влогов. Я подумала, в ТикТоке можно сделать такое видео. Сначала вот у меня все лицо в прыщах. А потом следующий кадр и идеальная кожа. И все начнут задавать вопросы, как Тайка это сделала. И будут хорошие просмотры. И как вы думаете, как только я начала искать это видео, оказалось, что оно исчезло. Как только мне нужно видео, которое лежит долгое время на моем телефоне, все куда-то исчезает. Оказывается, я забыла и удалила его. Ну что, теперь твоя очередь, мой сладкий. Я себя чувствую вообще скотиной, очень плохим человеком. Мой котик мне доверяет, подходит ко мне. А он не знает, что его ждет. Но не купать я тоже не могу животное. Вы меня тоже поймите. Поэтому придется хотя бы, не знаю, 3-4 раза в год. Это прям необходимо сделать. Он так ласкается. Последний раз я чувствовала себя такой же скотиной, когда его кастрировали. Сейчас то же самое. Хотя по идее ерунда. Просто искупаешься, обновишься, освежишься. Refresh. Так, я приготовила водичку. Блин, ребят, он меня так поцарапал жестко. Он чувствует, что сейчас будут купания. Стоять, Пиксик. Стоять. Не сопротивляйся. Стоять, я сказала, стоять. Стоять. Мама тебя любит, поэтому купает. Освежишься, глядишь как. Я специально воды мало налила, чтобы он не сильно паниковал. Что еще расцарапает. Все, стой. Стой, сейчас шампунчик немного. Шампусика немного. Все, все, все. Испугайся, мальчик. Испугайся. Как же страшно было. Что же поделать, не смог убежать. Вы знаете, я его специально феном не сушу. Потому что в прошлый раз, когда я только включила фен, у него такая паника была. Я не знаю, у всех так, или только Твикс очень сильно боится фена. Так что сушить будем естественным способом. Вот так вот на груди, как сыночка. Да, мой сладенький. Хотя на улице жара. Мне кажется, даже если я его отпущу, он не заболеет. Ничего страшного не произойдет. Прошло 5-7 минут, уже мурлыкает. Вообще, он у нас по характеру очень спокойный. Такой добряк. Даже когда я его купала, он не сильно сопротивлялся, как вы видели. То есть в этом плане прям золото он. Проблем с ним не знаю. Похвалю-ка я тебя. Кстати, мои хорошие, в интернете прочитала, что обязательно, когда вы купаете своих домашних животных, обязательно ополаскивайте шампунь, чтобы ни капли порошка или шампуня не было на теле животного. Они очень любят себя вылизывать. А, естественно, если они будут вылизывать, то это все пойдет к ним в желудок. Пока что он стал такой худенький, невзрачный. Но ничего, сейчас высохнет. Время уже полшестого. Пора делать макияж. Я беру палетку от Makeup Revolution. Здесь очень много универсальных оттенков. Они мне очень нравятся. Поэтому сегодня будем делать мейк с ней. А еще буду использовать скульптор, пудру и хайлайтер из этой палетки от NYX. После покупки ни разу не делала макияж. А еще у меня этот красавец уже почти высох. Облизывается весь из себя. И боится уже меня. Как только я подхожу, он убегает. Да, радость? Так, с глазками я уже закончила. Посмотрите, какие длиннющие реснички у меня получились. Вы просто гляньте. А это все благодаря вот этой вот туши. Она просто обалденная. Она очень быстро заканчивается. Хотя, может, я наяриваю много. Слоев так три. Но у меня сами по себе реснички тоже длинные. Поэтому, думаю, мне даже наращивать и не нужно. Красилась. И параллельно, вы знаете, я смотрела передачу, где выводят на чистую воду этих супер экстрасенсов из битвы. И вы знаете, я смотрю эту передачу и просто шокирована тем, что вот это все разводняк. Понятное дело, уже все давно поняли, что всем все подсказывали и так далее. Никто, например, пандемию коронавируса и все эти беды, никто из экстрасенсов не увидел. Понятное дело, что они в большинстве своем это шарлатаны. И мне интересен этот момент, что правоохранительные органы никто не заинтересовался тем, что на федеральном канале показывают такой разводняк просто. А потом они, получив такой огромный просто пиар, разводят других людей. И это еще ладно, если мы с вами люди, у которых, например, особо сильных бед и проблем нет. А если, например, взять пожилых людей, у меня бабушка до сих пор ищет Зеродина Розаева, которая из Баку. Готова продать все, что угодно, чтобы лишить свои проблемы с помощью экстрасенса. И вот представьте, человек продает все, что у него есть, дабы решить какую-то проблему или, не дай бог, там у кого-то разрушена семья, отдает последние бабки. И что в конце? Ничего не меняется. Я просто в шоке над тем, что никто не заинтересовался этим. Я как дурочка столько сезонов смотрела, откладывала книжки в сторону уроки, думала, потом сделаю, посмотрю битву. А оказывается, лохотрон чистой воды. Сейчас помаду, но помада, наверное, в последнюю очередь. Оденусь, увожусь, потом уже, наверное, помаду. Мне кажется, для меня в последнее время самый сложный выбор это что надеть. У меня есть вещи, которые я купила и ни разу никуда не носила. Например, вот это платье ни разу никуда. Вот эту кофточку точно не носила. Дальше что еще? Вот это, по-моему, никуда. А, нет, это на пляж. Один раз было. Ну, в общем, много у меня одежды, которые не выгуливал ни раз. Много чего перемерила и остановилась на вот этих вот классических брюках. Мне они очень нравятся, но, несмотря на то, что я их купила 4 месяца назад, ни разу никуда не носила. И дополнила все это топиком белым, который смотрится очень гармонично и нежно. По мне супер. И я возвращаюсь к вам спустя уже сутки. Я встретилась с парнем, но он мне сказал, ну что ты постоянно все снимаешь, что мы все на показ, давай обойдемся без этих камер, без телефонов. Он вообще даже не любит, когда я постоянно в телефоне копаюсь, когда нахожусь рядом с ним. Он говорит, если мы встретились, давай поболтаем, не знаю, погуляем, и все это, все дела ставим в сторону. Поэтому я решила вчера не снимать, но сегодня тоже максимально объемный, или как сказать, максимально насыщенный день. Сегодня я была у нотариуса, решала некоторые проблемы, а сегодня мы идем с женой двойного брата делать ей такие же бровки, как у меня. Ей очень-очень понравилось, и посмотрим сегодня, как у нее будет этот эффект. Еще мы решили заказать суши, заказали 70 штук. Я хотела снять мукбанг, но по идее не успеваю, поэтому просто поедим. Я уже пришла на месте, роллы тоже на месте. Вообще их должны были доставить ко мне домой, но, к сожалению, у нас дела затянулись, и поэтому получилось, что их привезли сюда. Но пахнут они обалденно и выглядят тоже. Ох, нажрусь я! Я не с пустыми руками. Открываем. Вау! А еще я обожаю вот эти вот. Блаженство! Я, конечно, ребят, все понимаю, все осознаю, где палочки. Как же я люблю роллы. Роллы — это просто лучшее, что могло придумать человечество во мне. Особенно с креветкой, с пайсой, с креветкой. О! Макаем соус. Когда вы голодные, это прям нечто. У нас мама и мой дверный брат не любят роллы. А мы обожаем. Это просто мук-банк во влоге. Не ебоку. Блин! Блин! Блин-блин, схем. Заляпал новый брюк. Я знаю, что вы тоже так же, как и я, обожаете роллы. Но не могу я без этого. Маккяк. Маккяк. Многие в комментариях писали, что им не понравились мои брови. Но жена двойного брата оценила и тоже захотела такие же брови. Вот. Мне нравится на самом деле. Понятное дело, что эта процедура подходит не всем. Вот. Но мне кажется, большинство... Да. Меня прям захотели. Мне даже жали и звонит. Говорит, все пишут плохо про твои брови, Айка. Удали. Мама вчера прочитала комментарий. Прям целый час мы ее не могли успокоить. Она такая говорит, Айка, про твои брови пишут, что тебя ударило током. Спайсы с креветкой. Я говорю, и че? И мне нравится. Мне нравится. Элементарно все. Мама придет. И сушенька. Сладковатый привкус. Есть у такого произведения? Да. Тебе не понравились роллы? Сладкая, я сейчас вообще не могу. Мы, короче, кушали-кушали роллы. И вдруг осознали, что мы опаздываем. Осталось всего 5 минут о нашей записи. Слава богу, что... Ресторан, хотелось сказать. Салон находится очень близко к нашему дому. Это, конечно, огромный плюс. Так что бежим. Так, мы уже на месте. Опоздали на 15 минут. Но вроде как это никто не заметил. Не палимся. Не палим контору. Вот мои бровки. Супер. Ну все, результат до. Кстати, там писали, что у девочки брови красивые. У меня, то есть, да? Почему она сама себе не сделала? Так это я сама себе сделала. А, у вас тоже ламинация, да? Специально моим подписчикам. У мастера тоже ламинации. И мы все довольны. Так что то, что вы пишете, это, конечно, приятно, но... Но не приятно. Но не всем. Это, конечно, приятно, но не всем. Мы довольны. Если вот моя знакомая идет на эту процедуру, значит, мы все довольны. Правильно? Правильно, знакомая? Правильно, правильно. Ну что, у нас промежуточный результат. Вот так выглядят брови. Но перваная их сначала выщипала в салоне и постригла. Поэтому результат получится не вау. Но все равно уложим. Уложим. Я так говорю, как будто я... Как будто это буду делать я. Уложим. Уложим. Ракуш-то, ракуш-то же очень влияет. Я, короче, здесь сижу в качестве мебели. Смотрю за всем процессом. Учусь. Буду вашей конкуренткой. На самом деле, просто сидим. Уже заканчиваем. Осталось совсем чуток. Уже получились красивые бровки. Я уверена, ты встанешь и сделаешь вот так. Вау! Понравится. Время уже пять. Вот такой результат конечный у нас получился. Ну, красотка, а. Первая реакция. Свет мой зеркальце, скажи. Кто на свете всех милее? Я. Ну все, мы уже вышли с процедуры. Как тебе ощущения? Дашу. Ты прям помолодела. Лет на 15. Так точно. Прелесть. Все равно как-то... Давай через эту тропинку. Вообще, я в последнее время настолько много сижу дома, что когда я куда-то выбираюсь, даже элементарно в салон, у меня такое ощущение, что я отдохнула телом просто. Вот реально. Никуда не идем. А надо, кстати. Надо на вождение записаться наконец-то. Нам обеим причем. Хоть даже если машины нету, права лишними не будут. Я вчера как дурочка выбирала себе машину. Без гроша в кармане выбираю себе тачку, прикиньте. Вот мне, ребят, так жалко животных уличных. Ну что стоит каждому взять? Вы что деретесь? Ты что такой борзый? Я тут из тебя делаю какую-то жертву, а ты тут бьешь людей. Ну серьезно, если каждый возьмет к себе домой домашнее животное, то бездомных кошечек и собачек почти не будет. Поэтому давайте с вами будем добрее. Как мне нравится ваше вот это зеркало. Я тебя видела свою историю с этой зеркалой. Да. Историю тоже сняла. А лифт какой у них. Олигархи, ей-богу. Я, кстати, должна была покупать квартиру вот как раз таки в этом здании. А потом в последний момент я передумала, точнее продавец поднял цену. То есть изначально он мне сказал, что продавца 57 тысяч, а потом сказал, что за 60. Это немножко меня расстроило. И считая, что объемы той квартиры были намного меньше, я поняла, что просит он слишком много. Не договорились мы с ним. Но потом, когда я уже покупала эту квартиру, мне релтор звонил и говорил, что он согласен на 57. Я ему сказала, поздно. Сонечка сразу прибежала. Агрессивный пупсик. Отвезет тебя, она к тебе идет. Пока. Телефон чей-то, ой-мой. Вы когда-нибудь видели такие бимимишные лапки? Обнюхивает мою сумочку. Чужак пришел домой. Шерстка у нее уже подросла. И вроде как не агрессирует на меня. Ты меня помнишь? Я тебя кормила, когда ты была одна дома. И вот что осталось от роллов. Как вы думаете, кто все съел? Нет, не он. Это я. Сейчас у нас уже пошел процесс приготовления ужина. Так как не все любят у нас роллы, к сожалению. Поэтому здесь мясо. И будет, как называется блюдо? У нас на канале есть что-то наподобие. Это по слоям, да, будет. Получается очень вкусно. Ты лучок добавляешь? Там слой, да, лука будет. Ну, мы вам покажем конечный результат того, что получится. Ну, как тебе брови? Довольна ты? Да. Пока что. Да, да. Да, это хорошо, что довольна. А у них здесь, видимо, во дворе свадьба. Только я что-то не вижу невесту. Видимо, не прям под нашим домом. Я так и не поняла, где здесь кортеж с невестой. Видимо, невеста вот здесь вот, как я поняла. И это дети подбегают, знаете, а нет, вот, 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 вот невеста. Дети подбегают, знаете, почему? Потому что раздают деньги всегда. Это такая традиция. Когда невесту забирают из двора, обязательно детям. Вот, видите, дети переградили дорогу. Вот, 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 вот. Вот. Я вам тут целый экшен снимаю. Нужно дать деньги. Если не дадите деньги, не пройдете. Но они, видимо, уже заплатили. Они останавливаются. Такая вот история. Хорошо, что у меня камера умеет приближать. Я вам могу подробности показать. Нет, не заплатили, уехали. Видимо, они уже заплатили. Я уже пришла домой. Более того, я уже смыла макияж. И сейчас я абсолютно без косметики. Вроде как надо ложиться спать. Но я знаю, что сегодня я встала поздно. И заснуть мне точно не удастся. Поэтому мы с мамой договорились, что завтра мы встанем очень рано. Но все равно сегодня я заснуть не могу. Поэтому решила переделать свой маникюрчик. Хотя он не сильно отрос. Просто он мне как-то немного надоел. Я думаю сделать что-то новенькое. И покажу вам весь процесс. Думаю, что вам будет интересно. Завтра, значит, у меня день тоже насыщенный. А завтра мы увидимся с Шейли. В общем, тоже буду снимать для вас видео. Сегодня решила не тревожить маму. Потому что мама решила спать. Поэтому я буду делать ноготочки здесь. На моем столике в комнате. Но притащила из гостиной вот этот вот суперудобный стул. Кое-кто здесь уже обосновался. Сладкий. Раньше я на самом деле думала, что это мелочь. Но сейчас нет. Мне нужен нормальный пылесос. Чтобы делать коррекцию. Чтобы вся пыль не летала вокруг. А так я застелила обычным полотенцем. Который я использую именно для маникюрчика. И буду делать коррекцию. То есть снимать верхний слой. Но лучше это делать и удобнее, когда у вас есть пылесос. Притащила фрезу. Я ее вам уже миллион раз показывала. Хотела найти интересный фильм. И вот что я обнаружила. У меня сломался чехол. Блин. Вот что касается отзыва на чехлы с Алиэкспресс. Это считай первый раз. Хотя нет. Первые три дня, как я его использую. И уже вот. Скол. Неприятно. Поэтому советую вам покупать чехлы. Более-менее. Вот такие, да. Дорогие, так скажем. В магазинах техники. Переплатите. Но зато служить будет вечность. Я, наверное, весь процесс, как я снимаю покрытие, вам показывать не буду. Просто уберу длину и уберу покрытие. Сильно у меня ноготочки не отросли. Но мне кажется, это достаточно, чтобы сделать что-то новое. И фильм я тоже, кстати, нашла. Называется Баби Лето. Русская мелодрама. Ну, посмотрим. Обычно эти мелодрамы плюс-минус одно и то же. Сняла я покрытие. Офигела от длины. Посмотрите, какие длинные грабли. Естественно, длину мы будем убирать. Ну, что. Вот такая форма у меня получилась. Теперь будем наносить базу. Укреплять. И делать френч. Ну, всё. Прошло 2 часа. И обалденный френч у нас получился. Мне очень-очень нравится. Смотрится очень нежно, красиво. Ставьте лайки. Подписывайтесь. А я спать устала. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.